МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 43 пожара и 18 дорожно-транспортных происшествий. В целом, я считаю, что первые дни новогодних праздников у нас прошли относительно спокойно. В единой диспетчерской службе по региону также сообщили, что праздники проходят в штатном режиме. Чаще всего ставропольцы вызывают скорую. Это связано с сезонной заболеваемостью. А вот из-за неаккуратного обращения с пиротехникой с начала года пострадали два человека. Эта девочка 14 лет из Пятигорска, ожог живота, и юноша 17 лет из города Михайловска, ожог лица. Ну, все, к счастью, нормальных состояний. То есть такого, чтобы вызвало панику среди населения или ажиотаж, произошло крайне. Министерство труда России разработало новые параметры индексации страховой пенсии с 1923 по 1925 год. Это выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. С 1 января пенсию повысили на 4,8%. Перерасчет произойдет автоматически. Губернатор Владимир Владимиров поручил Краевому Минсельхозу проработать новую систему защиты Ставропольских полей от вредителей. Глава региона отметил, главная задача в этом году обеспечить запас средств от грозунов и других вредителей. Но важно, чтобы эти меры не навредили природе. В Георгиевске на улице Чугурина строят дом для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас в здании обустраивают кровлю. Параллельно специалисты проводят инженерные коммуникации, сообщили в региональном Минстрое. В дом переедут 78 человек. Возводят многоэтажку в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работу планируют в этом году. В поселке Верхнеподкумском в этом году достроят фельдшерско-акушерский пункт. В новом здании оборудуют кабинет приема пациентов, процедурную комнату, подсобные и служебные помещения, сообщили в региональном Минздраве. Работы проводят в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В первой школе Станицы Есентукской в этом году откроют точку роста. Там дети смогут углубленно изучать предметы естественно-научной направленности, сообщили в региональном Министерстве образования. Также на базе центра будут проводить дополнительные занятия, создадут точку роста в рамках нацпроекта «Образование». Редактор субтитров А.Семкин